Дорогие мои подписчики, здравствуйте! Я совершенно точно знаю, что методы интерорального или интербукального массажа, интербукального внутрисчёчна, интерорального внутрирта, зачастую встречают очень нехорошие комментарии в свою сторону, и эти комментарии часто связаны с шутками ниже пояса, мол, некоторыми интимными способами можно сделать ничуть не хуже себе массаж. Ну что ж, давайте лишь порадуемся за тех людей, у которых нет брыль, потому что они некоторыми интимными способами делают себе интероральный массаж. Мы с вами будем сегодня изучать три массажных способа, три массажных движения, правильно, наверное, сказать, которые позволят подтянуть щёчки довольно вот прям на раз. То есть вы можете прямо сделать фото до, фото после, и вы увидите результат совершенно гарантированно. Естественно, если вы не будете работать со своей осанкой, со своим шейно-грудным переходом, со своей вообще статикой тела и со своей шеей, то вы не получите какого-то пролонгированного результата, но, тем не менее, это будет такая заманочка, правильно сказать, заманить вас тихонечко к себе в конструктор красоты и не сделать от этого хуже, не высосать ваши деньги из вашего кошелька. Любой труд должен быть оплачиваемым, и это нормально. А сделать вам добро-добро-добро, потому что после конструктора красоты мои девочки реально выглядят в разы лучше, чем они выглядят на фото до, и самое главное, что они признаются, что чувствуют себя просто потрясающими. Что ж, ссылка на конструктор красоты ниже, а вы сейчас пробуете три интероральных классных крутых техники. Точнее, не техники, а движения. Нам нужны чистые руки. Это могут быть просто чистые руки, или можете воспользоваться перчатками, если брезгуете. Мне проще просто с руками, потому что чувствительность в перчатках, как ни крути, даже в самых тонких падает. Что ж, первое, что мы будем массировать, это жевательное, поверхностное жевательное, которую вы сначала можете определить как кость. Заходим мы внутрь рта вот таким вот образом. Не вот так. Это не правильно. И здесь находим снаружи свой большой пальчик, который у нас внутри. И для того, чтобы определить, где начинается жевательное, потому что спутать изнутри вы ее можете с косточкой, просто накусите зубы. Вот она напряглась. Ее легко найти. Это не кость. У кого-то, я очень много лиц пальпировала, у которых очень сложно вообще определить жевательную. Она очень сильно уплощена, плоская. Плоская и такая тугая, знаете. Поэтому здесь смотрите по себе. Но в любом случае она будет напрягаться, если вы будете смыкать челюсти. Смыкать их во время массажа не нужно. И что мы начинаем делать? Наша задача отмассировать вот эту часть. Не нужно трогать крепление на области нижнечелюстной дуги. Не нужно трогать крепление на области скуловой кости. То есть вот, нас интересует очень-очень небольшой участочек непосредственно брюшка мышцы. Брюшка мышцы такое, где у нас мясо само по себе, да? Ага. И так. Вот таким вот образом. Вы делаете, я говорю, мы захватили мышцу снаружи и изнутри, удержали. И начинаем делать вот такие вот движения с акцентом немножечко к уголку рта. Чуть-чуть совсем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затем пройдитесь по мышце точечно. Прямо изнутри рта, большим пальчиком. Вот такими круговыми движениями пропальпируйте мышцу. И если вы обнаруживаете какие-то уплотнения, ставьте прямо видео на паузу и продыхивайте, да? То есть продолжайте этот легкий, приятный, не давящий массаж. Дышите. Вдох. Вы набираете в себя энергию воздуха. И выдох. Вы выпускаете из себя всякое напряжение, которое вам совершенно, согласитесь, не нужно. Поехали. Еще раз говорю, так делать нельзя. Угу. Хорошо. Я надеюсь, что вы, когда я говорила, продолжали делать массаж. Да, и этого, в принципе, будет достаточно. Примерно минутку здесь поработать и окей. Ну, если нет уплотнения. Если нашли уплотнение, то говорю на паузу и проделывайте дальше. Далее. Нас интересует область нижней челюстной дуги. Вот здесь вот. Ну, сюда заходим. И что делаем? Мы приподнимаем ткани. А большой палец внутри, он проходит, как будто бы пытаясь углубиться в эти ткани. То есть, здесь вроде бы пройти некуда. Большой палец говорит, ааа, нет, дайте мне дорогу. Угу. Вот так вот это выглядит. Раз, вниз. Пусть он как углубляется и отсюда углубился, прокатил наверх. А пальчики, которые наружу стоят, они помогли. Покажу, как это выглядит снаружи, выглядит, да, быстро. Угу. 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 И в конце прям положите ручечку и потяните ткани немножечко наверх. Не нужно рвать кожу, кожа должна быть комфортна. Просто ткани потяните. Раз, два, три. Угу. Отлично. И заключительное движение, которое мы сделаем по этой стороне, возможно, даже уже сейчас видно, да, что эта сторона у меня выглядит более подтянутой. Ну да, видно. Это движение большим пальцем. Вот по такой траектории. То есть мы отсюда, вот отсюда, начинаем идти наверх. Раз, два, три, четыре. Протянули. Рисуем вот такую вот линию. И указательные, точнее пальчики наружнее будут стоять и делать нам стеночку. Чтобы мы в эту стеночку упирались и не отодвигали ткани слишком сильно вперед. Вот так выглядит. То есть если здесь у нас наружные пальчики активно работали, то здесь они только стеночка. Угу. И большой палец прокатывает ткани по этой стеночке. И здесь могут быть уплотнения, болезненные зоны. Углубляйтесь, протапливайтесь и как пластилинчик размазывайте с выдохом, с выдохом. Давайте попробуем несколько раз. Ну что ж, отлично. Я еще раз подчеркну, посмотрите на себя, сравните две стороны. Вероятнее всего отработанная сторона будет выглядеть более подтянутой. Здесь вот даже уголок рта немножко приподнялся, да, это видно. И жалко я не сделала фото до-после. И то же самое, проделаем все то же самое, проделаем с противоположной стороной, уже с меньшим количеством моих комментариев. Сначала жевательное. О-о-о. Угу. М-м-м-м. Напрягли зубки. Насолкнули. Напрягли, точнее, жевательное. Нашли ее. Расслалили челюсти. И начинаем массаж. Вы делаете, я расскажу. Я сейчас записывала конструктор красоты для лица. И конкретно вот в этом месте нашла у себя узелочек. Не отработала его, потому что в рамках 10 минут для лица конструктора красоты, а я там каждый день пишу видеокомплекс для лица, да, по 10 минут, я просто, ну, не успела этого сделать, а потом не было времени. Вот сейчас он у меня до сих пор есть, но он уже чуть более мягкий. И он мельче, чем был в самом начале. И, в принципе, сейчас если вот мне заняться собой, то я его доработаю. Но не надо давить, вы на эти узелочки не давите, это триггеры. Места воспаления, таких собранных в комочек капилляров и так далее. И, соответственно, если вы будете прям давить, то вы это воспаление только, ну, триггер сработает, скажем так. А если вы будете медленно-медленно раскручивать, продыхивать, тогда он уйдет, рассосется. Продолжайте делать. Откуда здесь проявляются триггеры? Это наши с вами сомкнутые челюсти, когда мы либо собираемся, ну, как правило, это не от сильной воли, а чаще всего это от невозможности высказать свои эмоции, да, постоянно сдерживание себя, постоянно вот такой вот сомкнутые челюсти, какой-то страх, страх, боязнь высказаться, боязнь сказать, что тебя не поймут, не примут, да, вот это вот здесь все сидит. Далее. Нижняя челюсть. Ох и ох. Ох и ох. Вы делаете, я расскажу. Здесь у нас платизма, пучки платизма заходят, да, вот сюда вот на нижнюю челюстную дугу. И очень часто здесь все у нас тоже бывает оттянутого вниз, так скомканно, платизма такая вся зажатая от того, что у нас с осанкой проблемой. Вот так вот мы ходим, да, вот эти вот эти жены, и вот тут вот все развивается, попробуй, это все разложи на место. Но все возможно. Но начинать нужно осанка, шея, спина, стопы, да все нужно работать. Поэтому в конструкторе красоты отдельно уделяем внимание телу, отдельно шее, отдельно лицу. И поверьте, на все у всех хватает времени. И последнее, это вот такое движение, оно в несколько раз, да. Раз, два, протянули. Раз, два, протянули. Раз, два, протянули. Видите, здесь не собирается уже нижняя века, ни во что, потому что стена. Работает примерно вот эта вот часть межфалангового сустава, да, большого пальца. То есть не кончик большого пальца, для того, чтобы такая более глубокая проработка была. И заключительное, что сделаем. Тыльной стороной пальчиков, которые у нас не были во рту, вот так вот прикладываем, плечики опускаем, пальцы не давят, просто стоят. Делаем вдох. И с выдохом. Лошадка, а пальчики приподнимают ткани наверх. Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Если есть такая возможность, то обязательно присылайте мне их, я порадуюсь за вас, и точно буду знать, что мои техники работают, хотя, конечно, я это знаю точно, потому что каждый месяц мои ученицы из конструктора красоты прикладывают к своей личной анкете свои фотографии, и я даю им обратную связь по поводу того, что у нас меняется, в какую сторону лучшую, да, по Фрейду, действительно, все в лучшую сторону меняется, и тело, и лицо, и шея. Поэтому хватит уже сидеть на попе и ждать, когда оно поменяется само. Поменяется, конечно, но с возрастом только, к сожалению, в худшую сторону. А пластические хирурги и косметологи, наверное, это то, что подходит далеко не всем. Если бы, я бы даже, наверное, сказала, что никому. Что ж, приходите к естественному методу омоложения. С вами была ваша Орлова Даша. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и на колокольчик нажимайте тоже, чтобы не пропускать остальные мои полезные видео. Пока! Продолжение следует...